Кассета шестая Кассета шестая Кассета шестая Этого мало Душа может действовать во время сна еще свободнее и легче Хотя и в теле часто бывает причина сновидений Но не тело производит их Потому что тело не имеет такой силы, чтобы образовать что-либо духовное Но когда загражден путь влиянию души, которым обыкновенно управляются движения чувственные Тогда она или в себе самой производит образы, подобные телесным, или созерцает образы духовные В первом случае бывает фантазия, а во втором видение Предметом видения может быть или то, что совершается в мире высшем, небесном Или то, что имеет совершиться в мире нашем, земном Каким образом бывают подобные видения? Этого блаженная Августин не берется объяснять из законов естественных Некоторые хотят, чтобы человеческая душа имела в себе самую способность предвидеть будущее Но если так, то почему она не всегда может пророчествовать, когда хочет? Не потому ли, что не всегда получает пособие? Но если получает пособие, то от кого и каким образом? Не видит ли она в себе чего-либо такого, что невидимо для нее в бодрственном состоянии? Подобно тому, как мы не всегда созерцаем заключающиеся в памяти Или освобождаясь от препятствий, она своей силой открывает то, что должно быть предметом видения? Что из этого верно сказать не могу утвердительно Не сомневаясь только в том, что телесные образы, которые созерцаются духом Не всегда бывают знамением иных вещей Мы видим во время сна бесчисленные образы вещей, непостигаемых телесными чувствами Но кто может объяснить, каким образом и какой силой это бывает? Кто осмелится сказать что-либо определенное об этих редких и необыкновенных явлениях? Я не берусь объяснить это, потому что не могу понять даже того, что бывает с нами в бодрственном состоянии Когда я пишу к тебе это письмо, то созерцаю тебя духовно и знаю при этом, что ты не при мне Но когда это происходит в душе, постигнуть не могу Я только уверен, что необыкновенные видения действительно бывают И потому расскажу тебе следующий случай Брат наш Геннадий, известный почти всем и любимейший наш медик Нередко задавал себе вопрос Есть ли жизнь после смерти тела? Но так как он творил дела милосердия, которые были угодны Богу То однажды явился ему во сне прекрасный юноша и сказал Следуй за мной Когда он последовал за юношей, то достиг некоего града С правой стороны которого доходили до его слуха звуки приятнейшего пения На вопрос, что это такое, Геннадий получил ответ Это гимны блаженных святых Что было на левой стороне града, этого он не помнил хорошо Не находя возможным объяснить подобные явления из причин естественных Блаженный Августин глубоко верил, что есть причины их сверхъестественные Он очень часто говорит о влиянии на нашу душу, как добрых, так и злых духов И даже старается из начала разума доказать возможность такого влияния Однажды Невридий обратился к нему с вопросом Каким образом высшие силы могут иметь влияние на наше сновидение Какими действуют машинами, инструментами, медикаментами Может быть они наполняют нашу душу своими мыслями Или показывают нам то, что делается в их теле или в их фантазии Но если допустить первое, то отсюда будет следовать Что мы имеем внутри себя еще другие глаза, телесные Которые мы видим То, что делается в их теле Если же духи не прибегают к помощи тела А показывают нам то, что в их фантазии То почему же я своей фантазией не могу подобным образом подействовать на твою фантазию Блаженный Августин отвечает Невридию так Всякое движение души оставляет некоторый отпечаток в теле Хотя нам не всегда заметно, как отпечатлевается мысль в теле Но для существ эфирных, которых чувство несравненно острее наших Легко заметен подобный отпечаток Если движение наших членов бывает, например, от действия музыкальных инструментов изумительно То почему не допустить, что духи своим эфирным телом Могут произвести в нашем теле движения, какие им угодно А посредством этих движений Произвесть в нас и известные чувства мысли Глава вторая Вещие сны Рассказы о пророческих сновидениях Вера в серьезное значение сновидений по отношению определения характера болезней и их лечения Имело в древности очень широкое распространение И в истории приводится немало примеров счастливого применения с этой целью сна Александр Македонский, сильно озабоченный болезнью одного из своих военачальников Улыбив во сне средства к извлечению последнего по пробуждении Приказал тотчас же применить указания свыше И больной был спасен У знаменитой Аспазии подруги Перихла Развившаяся на подбородке язва Была извлечена лекарством Которое посоветовала сама Венера Явившаяся Гетерия во сне в виде голубя Впрочем, подобные случаи исцеления Строго говоря, заслуживают упоминания Только в качестве иллюстрации К меры созерцания древних Искать же в них чего-либо серьезного, конечно, нет смысла Гораздо больше в этом отношении внимания Заслуживают те из тогдашних воззрений на сон С которыми и настоящее время наука находит нужным считать Лучшие умы древности с Аристотелем и Демокритом во главе Отрицая чудесное происхождение сновидений Смотрели на них, как на освобождение Всплывание на поверхность многочисленных впечатлений Которые во время бодрствования были подавлены мыслью и другими более сильными ощущениями Подобно слабому огоньку в присутствии большого света Имея в виду этот взгляд на причину сновидений, которого держался Гиппократ, Гален и другие Нетрудно понять, почему они допускали возможность смотреть на некоторые сновидения Как на предвестники болезни Подобно тому, как различные слабые впечатления внешнего мира Во время бодрства не доходят до нашего сознания Заглушаемые более сильными Точно так же и процессы нашей внутренней растительной жизни Совершенствуются без участия сознания Не чувствовать своего организма, говорит Тургенев Признак полного здоровья Во время болезни, когда нарушение правильной деятельности организма Достигает известной степени интенсивности Страдания вынуждают нас обратить внимание На совершающиеся внутри нас патологические процессы Но само собой понятно, что в состоянии бодрствования Для привлечения нашего внимания Которое постоянно отвлекается шумным миром мыслей, страстей, образов, чувств и желаний Необходимо значительное развитие болезни Во время же сна, когда внешнее возбуждение низводится до минимума И человек живет почти одними только старыми впечатлениями Всякое, даже довольно незначительное нарушение обычной деятельности у органов Вызывает соответственное отражение в сновидениях Последние в значительной степени, завися от индивидуальности субъекта Пережитых им впечатлений и внешних во время сна восприятий Имеют тем не менее довольно определенный характер Обуславливаемый теми или иными внутренними ощущениями Жена генерала Слимена, в то время, когда он преследовал в Индии Зек-Геф Однажды обратилась к нему с настойчивой просьбой Перенесть разбитый накануне бивуак на другое место Потому что ей всю ночь снились преследовавшие ее мертвецы Как раз в тот же день были получены известия Вследствие которых генерал приказал рыть землю И на месте расположения палатки его жены Было найдено 14 трупов Жертв Зек-Геф В этом спущая приводимым карпентером Отвратительный запах разлагавшихся трупов Действуя на бессознательном мозговой деятельности спящей Вызвал тяжелый сон Во время бодрствования подобная повышенная чувствительность Если и встречается, то лишь у очень редких натур В известном сочинении Иделеза Приводится рассказ Эрмана Об одном из таких чувствительных субъектов В 18-летнем кандидате богословия Биллинге Который бывалый известный обоснописце Фефеля Родственника Эрмана А однажды слепой поэт предложил молодому человеку пройтись с ним По саду держась Во время прогулки за реку Биллинга Фефель заметил, что каждый раз, когда они проходили по одному месту Рука молодого человека начинала дрожать Сначала Биллинг отказывался сообщить причину такого непонятного беспокойства Но потом, уступив настоятельной просьбе, к Фефеле объяснил Что, вероятно, на этом месте похоронено чье-нибудь тело Так как он испытывал какое-то тревожное чувство Которое всегда овладевало им вблизи трупов Вечером того же дня, опять гуляя с баснописцем, молодой человек видел над тем же местом светящуюся прозрачную фигуру женщины Тогда Фефель, которого Биллинг не решился сопровождать, подошел к призраку И стал поражать его палкой, которая растекала фигуру, не нарушая ее очертаний В следующий вечер, в присутствии многих родственников поэта, из которых никто ничего не замечал Биллинг опять видел ту же фигуру Несколько дней спустя, по приказаниям Фефеля и без ведома Биллинга На замещенном месте была вырыта глубокая яма, на дне которой, по своим извести, оказался человеческий скелет Удалив его оттуда, яму опять засыпали и заровняли Через три дня Фефель опять отправился в сад, взяв с собой Биллинга, который ничего не знал об открытии Но на этот раз молодой человек уже не испытывал никакого беспокойства В числе примеров, иллюстрирующих постепенное развитие сонных ассоциаций Шернер обращает внимание на сновидения, которые связаны с ощущением переполнения мочевого пузыря В таких случаях представление о воде в разных видах занимает в наших грезах первое место Нам снится то купание в реке, то наводнение, то катание на лодке, то кораблекрушение Все эти сонные ассоциации, связанные с органическими ощущениями, имеют много общего с явлением Так называемого обратного рефлекса Дело в том, что некоторые душевные волнения вызывают, как известно, соответственные, непроизвольные, отраженные движения внутри нашего организма Из них едва ли не самые рельефные, чаще всего замечаемые, особенно среди учащихся перед экзаменом Это усиленная перистальтика кишок, возбуждаемая чувством боязни и страха, ощущением неприятного запаха А у некоторых даже воспоминания о нем возбуждают чувство тошноты Вид людей, пытающихся поднять или сдвинуть какой-нибудь тяжелый предмет, вызывает в нас желание помочь, сопровождаемое соответственным сокращением мускулов Во всех этих случаях рефлективные движения являются следствием определенной эмоции Во сне же происходят обратные явления Различные расстройства пищеварения, обыкновенно сопровождаемые ощущением тошноты, вызывают сновидения, в которых мы видим трупы, присутствуем при их вскрытиях, попадаем в помойные ямы и т.п. При катаральном состоянии кишок, сопровождаемым поносом, чувство страха играет главную роль в сновидении У многих в первом периоде заболевания брюшным тифом Замечено, что в то время они бывают в своих сонных грезах пугаемы видом змей Изменение состояния мускулов и их возбуждение вызывает во сне представление о летании, бегании, падении Из выше указанных считателей таким образом уже может видеть, что взгляд древних мыслителей и врачей на некоторые сновидения, как предвестники болезни, имеет весьма серьезные основания, признаваемые современной наукою Есть болезни, говорит Дохман, обладающие долгим промежутком скрытого течения, когда единственным признаком является только изменение в характере и настроении больного Мне кажется, вообще трудно подыскать заболевание, кроме разитравматического повреждения, где бы не было скрытого течения Сон, по выражению Шюле, может являться самым точным и непосредственным истолкователем сокровеннейших молекулярных процессов И опытный внимательный врач должен постараться под аллегорической окраской уловить указания на совершающиеся внутри организма скрытые патологические изменения Старые врачи, незнакомые с современными методами исследования болезней, по необходимости должны были более обращать внимание на сновидения, как на важное диагностическое средство В детском книге приписываемой Гиппократу в сочинениях Галена, Кардана, Дюгальда, Стюарта, Моро, Деля Сарта, Макарио, Пуркинье, Гроссиоле и многих других работах старых и новых врачей Мы встречаем массу примеров, иллюстрирующих значение сновидений для предсказания развития течения и даже исхода болезни У Арнодия Вильнева образовался на боку карбунку, как раз в том месте, где, как ему накануне пригрезлилось во сне, его укусила черная кошка Рожеру, рыцарю армии Дугласа, который лег спать совершенно здоровым Приснилось, что защемленный человек напал на него и изрыгнул ему чуму в рот Через три дня рыцарь действительно умер от чумы А одному больному, который страдал подучи незадолго до припадка, приснилось, что напавшие на него разбойники выбивали у него молотком из головы мозг Другому эпилептику тоже перед приступом казалось во сне, что его раздирает тигр Больной, который через две недели был поражен апоплексическим ударом, имел сэры целый ряд ужасных снов В одном из которых он был скальпирован индейцами Конраду Гёстнеру приснилось, что змея укусила его в грудь с левой стороны Через некоторое время в том же месте действительно явилось весьма серьезное глубокое страдание Один субъект видел во сне, что его дом и сам он, сгорая, превращается в пепел Через несколько дней он заболел воспалением мозга Тесть, бывшая министром у Луи Филиппа, видела во сне, что его поразил апоплексический удар И спустя три дня он в самом деле умер от удара Макарио передает случай, когда ему самому приснилось, что у него болит горло Проснувшись он почувствовал себя совершенно здоровым, но через несколько часов у него открылось крайне болезненное воспаление миндалевидных желез Мороль говорит, что многие больные перед развитием у них помешательства видят страшные сны и как бы знают, что они должны потерять рассудок То же подтверждает и пинель Явление, связанное с расстройством грудной и брюшной полости, вызывает сновидения, в которых на грудь спящего садится какое-нибудь чудовище, которое иногда угрожает даже их жизни Подобная кошмара особенно часто является при переполнении кишок газами При незначительных лихорадочных или безлихорадочных расстройствах, не выражающихся определенными признаками В сновидениях являются какие-нибудь отвратительные фигуры или особенно неотвязчивые идеи, которые всю ночь так или иначе преследуют спящего По наблюдениям Гиппократа, сны шумные и оживленные бывают признаком возбужденного состояния нервной системы Тихие и приятные предвещают в нервных горящих хороший исход болезни А страшные, часто сопровождающиеся приливами крови к голове и бредом Видящий во сне чудовищ, строящих ему гримасы, рискует подвергнуться болезни кишок или печени Мания предвещается с нами В которых больной переплывает реки, сражается с врагами, видит себя окруженным вооруженными людьми, чудовищными, страшными предметами У Галена указывается, как на предвестник многих кровотечений, кровавые красные сны Он же приводит случай, в котором один из его пациентов Через несколько дней после приснившегося ему превращения его ноги в камень Был поражен параличем той же ноги Мы бы никогда не кончились, если бы вздумали приводить многофисленные примеры такого рода вещих снов Все они, как мы уже видели, не имея в сущности в себе ничего пророческого Представляют собой вполне естественное явление, дальнейшее изучение которого может, по мнению врачей Иметь очень важное значение в деле предсказания и предупреждения заболеваний Обратимся теперь к другой категории снов Которая претендует на звание настоящих пророческих видений Так как предсказывают разные чисто внешние события Некто Симонид, которому нужно было на другой день ехать на корабле в Делос Найдя на дороге труп человека, позаботился о его погребении Ночью ему приснился этот покойник, который предупреждал его не садиться на корабль Где ему было уже приготовлено даже место Потому что его ожидает гибель Сон произвел на Симониде сильные впечатления, и он переменил намерение Через несколько дней пришло известие, что корабль со всеми пассажирами действительно потонул Почти аналогичный случай, но окончившийся трагически имел место в наше время Одна дама, проживавшая в Кохенхине, должна была уехать из Сайгуна на правительственной канонерке Накануне отъезда в течение ночи ей снились кораблекрушения, пожары, взлетающие на воздух суда Боющиеся с волнами пассажиры и тому подобные ужасные сцены, от которых она не раз просыпалась Тем не менее уехать ей все-таки пришлось Но случилось несчастье, жертвой которого и пала дама Котел канонерке лопнул, причинив сильные обжоги путешественницы, которая вскоре от них умерла Оба эти случая вряд ли требуют особых комментариев В особенности, если прибавить, что о плохом состоянии паровых котлов на правительственных канонерках знала вся колония Впрочем, приготовление к морскому путешествию, представляющему и до настоящего времени, а тем более в древности, немало опасностей Не могли не вызывать опасностей, которые во сне, сообраза с обстоятельствами, приняли ту или иную форму Однажды ночью принцесс Конти приснилось принцессе, что один из ее апартаментов, служивший в спальне ее детям, готов обрушиться Дрожа от ужаса заучить своих детей, она просыпается и зовет дам, спавших в уборной, которым приказывают принести детей Попытки успокоить принцессу старинной поговоркой «все сны обманчивы» не приводят ни к чему И они показывают вид, что отправляются в комнату маленьких принцев, но вскоре возвращаются с заявлением, что те спят таким сладким сном, что жаль их будить Когда принцесса, которая казала, что несчастье уже случилось, и от нее старается скрыть его, приказывает подать себе платье и хочет сама идти за детьми Но дамы не допускают до этого Они приносят принцессу к матери Едва только они успели войти в комнату принцессы, как потолок в детское обрушился Известные суждения, говорит Симон, опирающиеся на бессознательно усвоенные нами представления, формируются, вырабатываются в тайниках мозга Причем до сознания доходят только конечные результаты этого процесса, заключения И эти вполне законченные суждения, опирающиеся на доводы и посылки, которых мы не знаем, производят впечатление чего-то сверхъестественного Пояснение Без запущения ясновидения души, подобные объяснения пророческих сновидений едва ли кого убедят Боязнь господина Битнера признать в человеке бытие духовной, бессмертной и разумной души с ее дивными свойствами Заставляет его прибегать к самым натянутым объяснениям, лишь бы только устранить все сверхчувственное Протеерей Григорий Диченко Смело можно сказать, что добрая половина наших поступков в жизни основана на бессознательных суждениях Которая в свою очередь основывается на данных, приобретенных тоже без участия сознания С этой точки зрения многие случаи предчувствия, не поддающиеся иному рациональному объяснению Могут быть легко поняты, не выходя из пределов строго научных воззрений Суждения в большинстве случаев, по-видимому, являются у нас раньше, чем подыскано для них основание При этом замечательно, что самая сложная по составу и охватываемому времени мысль способна возникнуть мгновенно Она лежит вне условий времени В особенности это подтверждается свидетельствами людей, жизни которых угрожала какая-нибудь большая опасность В таких случаях в один миг перед их духовным взором проносилась вся жизнь То же явление замечается иногда и во сне Еще Канн заметил, что во время последнего человек может в одну минуту видеть более, чем в другое время в течение целого дня Таким образом мы видим, что ни для возникновения, ни для совершения мысли времени не нужно И так стало быть, как предчувствие, так и тесно с ним связанные пророческие сны Во многих случаях является выражением упомянутой бессознательной деятельности мозга И связанных с ней суждений и решений Пояснение Предчувствие и пророческие сны ни в каком случае нельзя приписать бессознательной деятельности мозга Здесь вследствие гораздо больше дано, чем в причинах В самом деле, разве из бессознательной, чисто механической деятельности мозга Могут получиться ясные пророческие сны и определенные предчувствия Но если мы допустим разумную и ясновидящую душу в человеке, способную к непосредственному знанию Скрытого и отдаленного По предчувствии пророческие сны становятся совершенно понятны Но бывают случаи, которым подобный способ объяснения или вовсе не применим, или недостаточен Такого рода фактов, кстати сказать, относящихся уже к другой категории явлений, встречается в жизни немало Они были замечены также и в древности, о чем имеются вполне достоверные исторические свидетельства Один из подобных фактов, имевший место в наше время, передает Мориц Пастору Ульричу, другу его, исполнявшей те же обязанности в соседней деревне Одна же сказала предчувствуемой им смерти, несмотря на полное здоровье Ульричи, которая не придала особого значения словам друга Попытался, однако, его успокоить Спустя несколько дней в 6 часов утра у Ульричи приснилось, что его друг, которого понесла лошадь Падает и разбивает голову о дерево Он просыпается в слезах Весь день пастор был в волнении, убежденный в смерти своего друга Действительно, скоро стало известно, что накануне страшного сна в 5 часов вечера Пастор умер как раз при той же обстановке, какая представилась Ульричи во сне В газете «Киевлянин» сообщают о следующем странном случае Козелецкого уезда Быковской области в селе Петровке В марте месяце 1869 года неизвестно, куда девалась собственница Фатина Костенкова Розыске местных властей о неизвестной отлучке из дома Фатины Костенковой не дали никакого результата С 14 на 15 ноября девочки лет 12 совершенно в противоположной стороне Мне того же села снится, что Фатина Костенкова пришла к ней и просит кусок хлеба На что девочка ответила, у меня самой мало хлеба, а ты гораздо богаче меня, да еще и хлеба просишь Потом спросила, Фатина, где ты теперь живешь? Фатина отвечала, я живу в пустой хате, в тесном месте, под лавкою Сходи и скажи моему сыну, пусть меня ищет Девочка, проснувшись, рассказала сон сначала матери, потом отцу Которые и не замедлили передать об этом сыну Костенковой Взявши жену из свидетелей, тот пошел с заступом в пустую хату и начал копать под лавкою Увидев ноги матери своей, спросил жену, а все еще? Жена в испуге, встав на колени, сказала, еще на третьей неделе Великого Поста, когда говели А я со свекровью оставалась дома, мы там вздорили Свекровь ударила меня два раза по лицу, за что я толкнулась свекровь в грудь Так что она упала и ударилась затылком от прилавок Заметив, что свекровь не поднимается, я ушла было в церковь Но раздумав, на дороге воротилась домой, тогда увидев, что свекровь уже умерла Сначала спрятала ее под печь и прикрыла соломой На другой день, когда снова все ушли из дому Я выкопала в пустой хате под лавкой яму и убитую свекровь перенесла через сень и схоронила Дорогой, когда Ломоносов плов морем из-за границы в свое отечестве Случилось с ним происшествие, которое никогда не мог забыть Михаил Васильевич видел во сне своего отца, выброшенного кораблекрушением и лежащего мертвым На необитаемом неизвестном острове на Белом море Но памятном ему с юности Потому что он некогда был прибит к нему бурей с отцом своим Лишь только они приехали в Санкт-Петербург, как поспешил справиться об отце у своих земляков И узнал, что он еще прошлой осенью отправился на рыбную ловлю и с тех пор не возвращался А потому полагает, что с ним случилось несчастье Ломоносов так был поражен этим известием, как прежде своим сновидением И дал себе слово отправиться на родину, отыскать тело несчастного отца на том самом острове На котором он ему приснился И с честью предать земле Но так как занятия в Санкт-Петербурге не позволяли Ломоносову исполнить это намерение То он с купцами, возвращающимися из Санкт-Петербурга на его родину Послал к тамошним родным своим письмо и поручил брату исполнить это предприятие Желание его было исполнено в то же лето Калмогорские рыбаки пристали к указанному острову Действительно отыскали мертвое тело Василия Ломоносова Похоронили и взвалили большой камень на могилу В числе многих писем, оставшийся после смерти ярославского преосвященного Евгения, умершего на 94-м году жизни Сохранилось одно письмо, интересное касательно перемещения его из Пскова в Тобольск Из письма его к одному иерарху, давно уже умершему, открывается, что причиной просьбы его о перемещении в Тобольск было таинственное видение Вследствие этого видения преосвященный поспешил обратиться к первенствующему члену священного синода, митрополиту Серафиму С письмом, прося представить его к замещению Тобольской кафедры, но не открывая причины своей просьбы Такое же письмо он писал к другому члену синода, архиепископу Ярославскому Аврааму Оба члена синода были изумлены тем, что Евгений неизвестно почему просится из лучшей епархии в худшую и отдаленную И отвечали ему отказом Евгений снова обратился к ним с просьбой о дотайстве перед государем императором о перемещении его в Тобольск Присовокупляя, что если на сей раз получит от них отказ, сам будет просить государя о перемещении в Тобольск На сей раз Евгению удалось расположить помянутых членов синода в свою пользу Но один из них, архиепископ Варалам, просил Евгения объяснить ему конфиденциально причину настойчивого желания променять одну кафедру на другую Евгений не скрыл от него этой причины в ответном письме Вот что он сообщил Весь просвещенный свет смеется с нам Духовный регламент не велит производить священники тех, кои верят с нам А я должен открыть, что не иная причина моего перемещения Это без сомнения изумит вас, но прошу выслушать, какого сорта мой сон Их было три Первый и второй через два дни Один после другого, третий после второго, спустя три дня В первом видится покойная моя матушка, сон очень ясен Я, говорит, пришла к тебе нарочно посоветовать, чтобы ты просился из Псковской епархии Много было разговоров и за, и против Но заключила она тем Я этого от тебя требую и непременно приказываю Этого требует польза души твоей С этими словами она простилась со мной И что потом снилось, не помню Проснувшись, я этим немало не занялся Спустя два дня видится мне отец Спокойный же, коего я во сне никогда не видел Будто стоит у церкви на паперке и говорит Евгений, поди сюда Я подошел, он меня благословил и поцеловался Потом говорит, была у тебя мать? Я отвечаю, была Что же ты ее не послушал? Ее я послал к тебе Зачем же мне из Пскова? Мне здесь хорошо Для того и выйти, что хорошо Это требует пользы души твоей Куда же мне выйти? Теперь много архиерейских вакансий Послушайся Прости же Прости же Мне время служить И простясь ушел в церковь А я проснулся Этот сон сделал на меня сильное впечатление Я думал и передумывал И окончил тем, что Основываться на сне было бы странно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!